В эфире информационная программа Панорама Севера. В студии Елена Гончарова. Здравствуйте. В Архангельске продолжается двухмесячник по уборке города. О весенних преобразованиях центральной части Поморской столицы в материале Екатерины Грициенко. Для наведения порядка на улицах города в Октябрьском округе сформирована специальная бригада из двух десятков человек, которые ежедневно занимаются уборкой тротуаров, скверов и парков. В Октябрьском округе в рамках двухмесячника, который начался 14 числа, проводятся работы по наведению порядка на центральных улицах. Не забываем мы и поперечные улицы. Вот сейчас наведен порядок на Комсомольской. Проведены большие работы на Садовой. Значительно преобразился и другой центральный округ Ломоносовский. Пейзаж здесь создают не грязь и мусор, а признаки наступающей весны. Но одно дело вид вдоль дороги, парадная часть улицы, другое дело двор. Сворачиваем туда и видим, огромные кучи мусора переросли в настоящие свалки. Детям негде играть, не могут даже вынести мусор. Не очень грязно. Мусор повсюду. Шины, кресла и даже тренажер для пресса. На Архангельских улицах есть чем поживиться. Однако сибиряне предпочли бы всем этим ненужным вещам чистый город. Уборка дворовых территорий – прерогатива управляющих компаний. Однако работу большинства из них пока трудно назвать чистой. Нередко и сами горожане бросают мусор прямо на тротуар. От этого город не становится лучше, но и бесконечный поиск виноватых в замусоренных улицах его тоже не преобразит. При этом изменить пространство вокруг себя может каждый из нас, придя на второй в этом году общегородской субботник, который состоится уже 17 мая. Екатерина Грицыенко, Сергей Минин, Илья Сумароков, Панорама Севера. Вопросы противодействия незаконному потреблению и распространению наркотиков в Архангельске стали главной темой депутатских слушаний. Литмотив заседания – нужны не пустые разговоры, а конкретные предложения. О них узнаем прямо сейчас. Сегодня вот такие стенды с призывами отказаться от наркотиков можно увидеть почти во всех округах Архангельска. И это неудивительно, ведь наиболее высокий уровень наркализации в области наблюдается именно в нашем городе. Это 80 наркобольных на 100 тысяч населения. Для сравнения, в 2012 году это было 75 человек. О том, как попытаться снизить эту статистику, обсуждали на депутатских слушаниях в городской думе. В центре внимания участников слушаний не только сухие цифры статистики о проделанной работе и достигнутых результатах, но и создании комплексной профилактической системы сопровождения детей. Для этих целей в Архангельске реализуется программа «Архангельск без наркотиков». Её цель – пропаганда здорового образа жизни и профилактика потребления наркотических, психотропных и психоактивных веществ. Участие в ней уже приняли около 20 тысяч молодых людей. Увеличивается количество ребят, занятых в спортивных секциях, в творческих объединениях, в общественных объединениях. Если активно работает у нас молодёжная общественная организация «За здоровый образ жизни», различные другие молодёжные объединения, которые получают поддержку на свои мероприятия, системные причём мероприятия в рамках этой программы, это говорит о том, что программа работает и она реализуется, я считаю, что успешной. Хорошим подспорьем в борьбе с наркоманией остаётся телефон доверия регионального управления наркоконтроля – 42-16-16. Звонки принимаются круглосуточно и анонимно. Мария Воробьёва, Илья Сумароков, Панорама Севера. 9 мая по Архангельску во второй раз пройдёт бессмертный полк. Фотографии тех, кто сражался за родину, но не дожил до победы, по Троицкому проспекту пронесут их потомки. Как создаются штендры памяти, увидела наша съёмочная группа. Десятки имён настоящих героев, участников самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Начиная с марта, их родственники записали в бессмертный полк больше семи сотен фронтовиков. Один из тех, кому не суждено было пройти в парадном строю в победном мае 45-го – Василий Никипелов. Через несколько минут его портрет будет напечатан. Он уже вполне осязаемо станет частью бессмертного полка. Никипелов Василий Фрулович пойдёт у нас в первой роте бессмертного полка. В этом году все участники бессмертного полка пойдут по ротам. В общей сложности у нас будет шесть рот. И будет отдельный медицинский батальон, где пойдут студенты нашего медицинского университета. О каждом из героев помнят дети и внуки. Сегодня последний срок подачи заявок на участие в акции. Но люди всё идут и идут. Печать портретов не прекращается и ночью. Дочь Василия Никипелова, Нина Хомякова, знает об отце немного. Воевал сначала на Финской, а в первые дни Великой Отечественной войны отправился на Карельский фронт. От него пришло лишь одно письмо, а потом серый листок. Пропал без вести. С его фотографией формата А3 в День Победы она пройдет своим маршрутом памяти. Это для меня будет что-то такое возвышенное, что наконец-то я начала хоть что-то, чего-то про своего опознавать. Это очень великое дело. Спасибо тем, кто это придумал. Бессмертный полк в Архангельске начнет свое движение ровно в полдень 9 мая. Герои будут смотреть на тех, кому они подарили мир, со своих фотографий. А их потомки будут идти плечом к плечу, вместе, помня о павших. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. Ветеранский дом на Ленинградском проспекте полностью готов к новоселью. Здание приняла государственная комиссия, а правительство области уже заключило более 50 договоров социального найма с ветеранами. Сегодня на объекте прошел субботник. Убирали придомовую территорию. Подробности у Виктора Кузнецова. Петр Адамович Плетцер уже замеряет пространство под карнизы. В годы войны его пятилетним ребенком вывезли на Большую землю из Колпина Ленинградской области. Судьба забросила Равенкийский округ. Потом были Красноярск, Хакасия, работа трактористом на Целине в Плесецком районе. Сейчас живет в Архангельске. Новую квартиру пришел осматривать с супругой. Все нормально. Просто замечательно сделано. По городскому уже все снизу, все розетки снизу по современному сделано. Как ключи дадут, сразу буду заезжать. Вручение ждать осталось недолго. Дом ждали на неделю раньше с корректированного окончания строительства. Правительство области уже получило свидетельство регистрации прав собственности. И с 28 апреля заключают с ветеранами договоры социального найма. Наверное, подрядчик сам не ожидал, что у него так получится. Все быстро сделать. Три месяца на все про все. От начала подписания контракта до вручения ключей. Сегодня все готово. Ключи будут вручать 6 мая. Свой вклад в новоселье решил внести коллектив регионального министерства промышленности и строительства, которое курирует ветеранский дом. Сотрудники министерства массово вышли на субботник по уборке территории. Мы для себя решили. Дом долго строился. И тем, что мы кроме рукотворства своего, как чиновник, все-таки решили помочь руками. Поэтому приняли для себя, как коллективом, всем решение о том, что сделать уборку территории и подарить ветеранам чистоту и порядок. Мусора собрали много. Четыре грузовика. Завершающим аккордом подготовки дома к встрече с жильцами стали праздничные транспаранты 9 мая, которые строители закопили над каждым подъездом. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панарма Севера. Команда Архангельской области отправилась на Всероссийские дельфийские игры. В этом году участники из Поморья будут представлены в 12 номинациях. В трех конкурсах, посвященных культурным и фольклорным особенностям регионов России впервые. О проводах поморских дельфийцев Виктор Кузнецов. Дельфийское движение в Ахангельской области набирает обороты. На фоне успехов предыдущих лет в этом году в Поморье проведен региональный отборочный этап. На Всероссийский конкурс в Волгограде, который стартует 3 мая, отобраны самые сильные коллективы и участники. В этот раз наш регион будет представлен максимально широко в 12 номинациях. Мы не загадываем, но мы хотим, чтобы набор медалей, который мы получим на дельфийских играх в этом году, превысил все наши смелые ожидания. Ну, мы замахиваемся на золото, но, знаете, конкуренция очень высока. В этом году в дельфийских играх они проводятся в юбилейном Волгограде, съехались буквально все субъекты. В трех номинациях, где будет представлено культурное и фольклорное разнообразие регионов России, дизайн, ремесла и пение, северяне участвуют впервые. На конкурсе народных вокалистов «Северные поморские напевы» представит студентка Архангельского музыкального колледжа Анастасия Симохина. Сольным пением Анастасия занимается с трех лет. Неоднократно участвовала в песенных конкурсах, но дельфийские игры – это новый этап в ее жизни. Для меня это самая высшая планка на сегодняшний день, потому что этот конкурс очень важный, он сравним с Олимпийскими играми. Поэтому для меня вот это, вот сейчас преодолеть вот этот рубеж, это будет самое высшее. Вместе с Анастасией в Волгоград едет дружная команда – 51 человек. Область представлена самым южным районом – Котловским и самым северным – Онежским. В составе есть и воспитанники детских домов, что очень важно, ведь для кого-то из них – это шанс получить не только признание на всероссийском уровне, но, возможно, и путевку в жизнь. Виктор Кузнецов, Руслан Симушин, «Конарма Севера». Первого мая наша страна отмечает праздник Весны Труда. Многие еще помнят первоначальное название праздника – День международной солидарности трудящихся. Первого мая в современной России давно утратила массовый характер демонстрации с лозунгами, флагами, детьми на плечах, флажками и шариками. Но традицией для многих стали шашлыки в эти выходные дни, выезд на природу, на дачу. А чем для жителей Архангельска является Первомай – об этом в опросе от Инги Швецовой. Как я еще помню, это праздник, начиная с советских времен, труд, мир, май. Он объединяет всех. Для меня первомайские праздники – это, во-первых, солнце, радость, настроение хорошее. Будем веселиться, ну и работать. Первомай для меня – это демонстрация из детства. Что вы будете делать с Первого мая? Ничего, отдыхать. Для меня Первого мая – ничего, вообще пустое слово, честно скажу, ничего не значит. Для меня, да и для нашей семьи Первого мая – это праздник. Мы привыкли, мы всегда привыкли ходить на демонстрации, привыкли встречаться там с друзьями и кричать «Ура!». Это был праздник большой, демонстрация. Все-все собирались люди, все вместе, как-то, знаете, настроение такое было приподнятое. Флаги, шарики, плакаты, а сейчас как-то не знаю. Праздник, как обычно. Как раньше праздновали, так и сейчас будем праздновать. То есть как? Ну как, это день солидарности трудящихся. А сейчас-то как вы будете праздновать? Заберемся с друзьями, за столом поднимем тос за Первое мая, песен попоем. Завтра в Архангельске состоятся традиционные мероприятия, шествия и праздничный концерт. Как будет проходить Первомайская демонстрация в городе, об этом мы спросим нашего гостя, председателя Федерации профсоюзов Архангельской области Александра Савкина. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Если возможно, кратко расскажите, как будут проходить мероприятия и что планируется провести. Завтра мы планируем провести наше традиционное мероприятие. Это в первую очередь праздничное шествие и митинг-концерт. В 9.30 на площади у кинотеатра «Мир» начнется построение колонн по траслевому признаку. Также к нам присоединяются ряд политических партий, общественных организаций. В 10.00 начнется шествие колонн по Троицкому проспекту. Троицкий проспект будет перекрыт для движения автотранспорта. В 10.00 начинается шествие. В 10.30 на площади профсоюзов у Дворца спорта профсоюзов состоится праздничный митинг. Сначала митинг, а потом праздничный концерт. Почему митинг? Потому что для профсоюзов это не только день весны и труда, это не только государственный праздник, хотя в первую очередь это. Но для нас это очередной повод заявить о своих требованиях, социально-экономических требованиях, о которых мы говорим всегда и которые всегда актуальны. Вот когда-то на демонстрациях звучал лозунг «Мир, труд, май». А вот сейчас что провозглашают собравшиеся? Сейчас у нас очень сильны требования, в первую очередь экономические. Это социальные гарантии прав трудящихся, которые работают на севере. Во-вторых, это заработная плата. Мы настаиваем на законодательном обеспечении индексации заработной платы, настаиваем на том, что это обязанность работодателя. Очень много наших претензий по введению социальных норм потребления электроэнергии, которые планируются у нас быть введены с 2016 года. Поэтому требования эти всегда актуальны. «Мир, труд, май» – праздничные лозунги актуальны тоже. Но и требования, которые касаются в первую очередь заработной платы, они на сегодня очень даже актуальны. Александр, расскажите, чем занимается профсоюз Архангельской области? Первая, самая главная задача – это, конечно же, юридическая защита прав членов профсоюзов. Ежегодно мы выигрываем порядка 500 судебных дел во всех инстанциях. Это с помощью всех профсоюзных юристов Архангельской области. Мы восстанавливаем на работе большое количество людей. Ежегодно порядка 50 миллионов рублей мы возвращаем честно заработанных членов профсоюза. То есть это самое главное – вот эти мероприятия юридической защиты прав членов профсоюза. Это многочисленные трудовые конфликты. Сейчас на группе компания ПАП пассажирской перевозки города Архангельска достаточно крупный конфликт разгорается по присоединению к отраслевому тарифному соглашению. Архангельский траловый флот и масса других предприятий не только в Архангельске, но и по всей Архангельской области. То есть всем этим мы занимаемся, все это мы курируем, отстаиваем права трудящихся. Потому что надо, чтобы на стороне именно работников, рабочих, была сила, сила профсоюзная. У нас 130 тысяч человек в Архангельской области, которая бы защищала всеми своими механизмами их интересы. А вот каким-то образом можно вступить в профсоюз? И что это дает? Какие преимущества? Конечно, если на предприятии, в организации уже есть первичная профсоюзная организация своего отраслевого профсоюза, то надо подойти в профсоюзный комитет и написать заявление о вступлении в профсоюз. Если на предприятии нет организации, и вы хотите ее создать или вступить в отраслевой профсоюз, допустим, без создания первичной профсоюзной организации, надо выйти или на свой отраслевой профсоюз, или обратиться в Федерацию профсоюзов, позвонить по телефону 20 80 81 к нам, Федерацию профсоюзов. Мы поможем все это сделать и вступить в профсоюз, создать профсоюзную организацию. Если человек хочет, чтобы вся мощь огромной общественной организации была на его защите, то, пожалуйста, мы рады всех видеть в членах профсоюза. Александр, спасибо. Спасибо. У нас в студии был председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Александр Савкин. Праздничный день 1 мая. В столице региона изменятся маршруты движения общественного транспорта. Так, с 9 часов до 13 на время проведения праздничного шествия закрываются для движения всех видов транспорта по проспекту Троицкий от улицы Иоанна Кронштадтского до улицы Логинова. Кроме того, будет закрыта набережная Северной Двины от улицы Розы-Люксембург до улицы Иоанна Кронштадтского. Продолжаем выпуск. Далее новостной дайджест, информация короткой строкой. Сегодня 30 апреля в регионе стартует операция «Трезвый водитель». Сотрудники ГИБДД будут дежурить в усиленном режиме на участках, где чаще всего происходит ДТП и выявлять пьяных водителей. При необходимости будут проводить медицинское освидетельствование. За три месяца текущего года зарегистрированы 28 таких аварий, в которых 3 человека погибло, 37 получили травмы. Профилактическое мероприятие «Трезвый водитель» будет проводиться в области до 11 мая. Всем жителям Архангельской области, имеющим детей и получающим социальные пособия, необходимо до 1 августа 2014 года представить в учреждение соцзащиты сведения о доходах семьи. Если граждане, получающие социальные пособия более одного года, вовремя не представят сведения о доходах семьи, выплата социальных пособий будет приостановлена. За более подробной информацией обращайтесь в отделение социальной защиты населения по месту жительства. В порядок отлова, учета, транспортировки и содержания безнадзорных животных на территории Архангельской области были внесены изменения. Теперь отловленную собаку или кошку будут полгода держать в пунктах передержки станции по борьбе с болезнями животных, по обязанности которой входит стерилизация и внедрение под кожу собакам электронного чипа. Затем глава администрации муниципального образования, где обнаружили животное, должен будет подписать акт передачи, и все обязанности по контролю над меньшими братьями лягут на плечи муниципалитета. В Архангельской области заканчивается установка видеокамер в пунктах сдачи ЕГЭ. Новая мера безопасности поможет лучше контролировать школьников во время самого экзамена, а также решать спорные вопросы в случае нарушения порядка проведения ЕГЭ. Всего в регионе будут открыты 96 пунктов сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ в этом году напишут более 7 тысяч выпускников и 11 тысяч учеников девятых классов. Сегодня 30 апреля пожарной службе России исполняется 365 лет. В Архангельском городском культурном центре по случаю юбилея состоялся праздничный концерт, на котором отметили лучших представителей профессии. С юбилеем поздравляли тех, кто всегда первым приходит на помощь и по традиции желали им сухих рукавов. Полную версию юбилейного концерта смотрите на телеканале ПС и портале Правда Севера в ближайшее время. В Новодвинске вновь заговорили улицы. В городе Бумажников прошел 15-й открытый городской фестиваль хип-хоп культуры «Голос улиц». Он является одним из самых популярных фестивалей рэперов Архангельской области. Кто на этот раз был удостоен звания лучшего MC, узнаем из материала наших новодвинских коллег. Хип-хоп культура всегда будет в моде, и тому подтверждение ежегодный фестиваль «Голос улиц». Около 50 участников из разных уголков Архангельской области, а также гости из Воркуты, Иркутска и Санкт-Петербурга приехали показать себя. С каждым годом участников становится все больше и больше, заявок все больше и больше. Первый раз в истории фестиваля мы ввели заочный тур, то есть мы осеяли 10 человек, которые, по мнению жюри, еще немного сыроваты. Они достойны участвовать, но им еще нужно подготовиться. Архангельская группа «Второй отряд» уже становилась победителем фестиваля «Голос улиц» 4 года назад. В этот раз ребята приехали не соревноваться, а делиться опытом. В этом году мы приехали как и с хорошо зарекомендованными уже песнями, так и с новым материалом, чтобы показать уровень, тот уровень, которым участникам стоит стремиться. Ну и, соответственно, нашу обычную тематику – жизненные песни. Читали рэп о любви, жизни, друзьях и стране. Каждое выступление отличалось от предыдущего не только манера исполнения, но и стиля. Мне приятно, что через «Голос улиц», через новодвинский бренд прошло около тысячи ребят, кто занимается этой музыкой. Они отвлекаются от каких-то отрицательных эмоций. Пускай они пишут музыку, они находятся на виду, они под присмотром, и завтра это помогает им развиваться. Лучшим МС стал рэпер Рика Константин Родионов из Архангельска, а в номинации «Лучшая группа» победила хип-хоп объединение из Маймаксы и Левого берега «Плавучий саунд». К другим темам. 2 мая по улицам Архангельска промчится 69-я майская эстафета. Организатор спортивного праздника мэрия Архангельска зарегистрировала в этом году 180 команд-участниц. Регламент соревнования, протяженность дистанции и этапов остались прежними, однако без нововведений не обошлось. Майская эстафета. Для одних путь к славе, для других к работе над ошибками. Благо на это есть целый год. Финиш забега в 2013-м предоставил широкое поле для размышления тренерам эстафетных дружин 28-й школы Сергею Полякову и Юрию Лухнёву. После нескольких лет абсолютного доминирования их воспитанники отдали пальму первенства. Парни уступили бегунам из университетской Ломоносовской гимназии. 11-класснику Андрею Ершову обиднее всех. Он видел викторию соперников, но поделать ничего уже не мог. Я бежал последний этап финальный. Ну думаю, что проиграли за счет того, что новые кадры пришли, новые ребята бежали, молодые. Восьмой, седьмой класс, думаю, из-за этого. Не успели их подтянуть или что? Ну да, скорее всего, что не успели подтянуть. Думаю, в этом году они уже посильнее. Самому охота уже победить. Последний год все-таки 11-й класс. У девушек настрой еще более серьезный. Заслуженный работник физической культуры Сергей Поляков не допускал осечек с их подготовкой почти два десятилетия. В прошлом году девочки-то были помоложе. Они сейчас, в принципе, многие остались. Поэтому кто-то, может быть, не поборолся. Я сейчас не буду с чего раскрывать. Кто-то на своем этапе, может, не так пробежал, как бы мог. Ну и 14-я школа ведь была приличная, готова. Так что, в принципе, я считаю, что результат прошлого года закономерный был. Соперников становится больше. Больше тренируются, тянутся за нами. Ну, 17 лет мы были первыми подряд причем. Это очень тяжело. Поэтому когда-то все равно можно. Разок-другой уступить можно. Но кому из девушек не хочется продолжения 17-ти победных мгновений весны? У вас реваншистские настроения есть? Конечно, есть. Как-то по-особенному подходите? Настрой особенный? Подготовки более тщательные? Да. Вообще часто. У нас тренировки, в принципе, раз в два-три в неделю. Вот. Перед эстафетами начинаем активно заниматься. Тренировок не больше. Они просто усиленнее. Особо подготовка идет. Этой весной легкоатлеты 28-й школы раньше других начали тренировки на улице, несмотря на непогоду. То, что вы видите сейчас, просто разминка. С основной части занятий нас вежливо попросили удалиться. Она под грифом секрета. Что ж, удаляемся. К соперникам. В 14-ю школу. Парни здесь в последнее время не блещут, а вот девушки 6 лет плановерно продвигались к спортивным вершинам. Сначала четвертое место на майской эстафете, потом два раза третье, затем дважды второе. И вот венец подготовки. Верхняя ступень пьедестала в 2013 году. Одиннадцатиклассница Екатерина Паршева запомнила весь этот путь. Бегаю я седьмой раз. Запомнился, наверное, года три назад, когда мы заняли второе место, потому что мы как-то поднимались постепенно с четвертого, третьего. И потом вот это долгожданное второе место, когда чуть-чуть мы буквально секунду проиграли первым, мы уже поняли, что сможем составить конкуренцию и выиграть. И на следующий год потренировались. Естественно, тот год был очень запоминающийся, яркий. За счет чего добавляете из года в год? Ну, из-за того, что, естественно, добавляем тренировок, находим больше людей, которые хотят тренироваться. Раньше было сложно набрать команду. Многие не хотели, а в последнее время люди хотят заниматься спортом. Подход к школьницам нашла тренер Ольга Кезина. Она не скрывает, что ключ к их успеху позаимствовала у специалистов. Так как я сама не легкая атлетка, специализация у меня лыжные гонки, поэтому таких тонкостей в легкой атлетике, знаю, может быть, не так хорошо. Поэтому я консультировалась с таким тренером по легкой атлетике, это Луцева Ирина Васильевна. Она занимается с девочками, ну и мальчиками тоже в манеже, поэтому я у нее брала консультацию. И вот с ее помощью, такие задания она мне давала, девочки все старались выполнять, и поэтому вот, наверное, так получилось занять первое место. Конечно, прошлогодний успех хотелось бы закрепить, но Ольга Кезина никаких прогнозов не дает. Это же спорт, тем более коллективный. Малейшая оплошность или недоработка и проигрывает вся команда. Дабы все прошло по плану, девушки 14-й школы борются с секундами на подготовительных стартах. Участвовали на соревнованиях в этот раз, чтобы выявить уровень подготовленности в субботу и воскресенье на городских соревнованиях по легкой атлетике. Ну так, посмотрела примерно, ну примерно результаты такие же, как в том году, но неизвестно, потому что у нас 5 человек старого состава не бежит, а бегут новенькие девочки, поэтому как все это получится, как мы удачно расставим на этапы, правильно или нет, и как другие школы, конечно, подготовятся, будут зависеть от этого. Итоги многомесячной подготовки школьников будем подводить совсем скоро. 2 мая в 13 часов к развязке интриги будь готов. Телеканал ПС не пропустит главное массовое спортивное событие города. Майская эстафета, ставшая визитной карточкой спортивного Архангельска, пройдет в 69-й раз. В эстафете примут участие 158 команд. Из них 44 команды детских садов, 77 команд школ города и 37 команд СУЗов, ВУЗов и сборных команд мужчин и женщин. В этом году победителям эстафеты будут подарены кубки, посвященные 430-летнему юбилею Архангельска. Телеканал ПС будет транслировать 69-ю майскую эстафету в прямом эфире. Начало включения в 11.25. Не пропустите главное массовое спортивное событие города. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 1 мая доллар США 35 рублей 72 копейки. Евро 49 рублей 32 копейки. Сразу после панорамы Севера смотрите программу в центре внимания. Обсуждаем проблемы города в прямом эфире. На ваши вопросы ответит заместитель мэра по городскому хозяйству Архангельска Святослав Владимирович Чиненов. Звоните 639 717. Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона труд Новодвинск, магазин «Меркурий». Здравствуйте, это телеканал ПС и прогноз погоды с Юнисом. Дыхание, взгляд, движение руки и шелк волнующего полотна волос. Я как художник взмахом кисти наношу удар. По грязи криков, ненависти, подлых слов, вздымая осенью забытые сухие листья. Весенний ветер и порывы счастья, открыв широкое окно. Но впустил, убив печаль и раздавив улыбкою ненастья, напился допьяно весенних сил. И теперь о погоде на 1 мая, четверг в Архангельской области. Котлас плюс 9, ясное небо и слабый ветер. В Плесецке пасмурно, но погода безветренная и плюс 6 на термометре. В Вельске плюс 9, ясно и слабый ветер. И, конечно, о погоде в Архангельске. Утром 0 градусов, пасмурно, возможен дождь, ветер слабый. Днем потеплеет до плюс 3, выглянет солнце, но все-таки облачно. Вечером температура опустится до минус 2, облачный и слабый ветер. Чтобы ты не сошла с ума, я сказал, что просто болен. Не могу я без тебя, а с тобой быть тем более. До встречи на телеканале ПС. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!